Всем привет, снова здравствуйте! И вот уже The Brush 2019. Много тут всего нового появилось. Будем разбираться по ходу, что да как. Слишком быстро попёрло всё это дело по The Brush. Только вот 2018, уже 2019, новые функции. Не успеваешь это всё дело изучать, находить информацию. Ну что найдём, будем вот так вот и рассматривать. Так, где скачать, сейчас покажу. Вот такой сайт PixLogic 2019. Заходите и вот здесь вот скачиваете торрент. Всё вот у меня установилось, рабочее. Полностью так же устанавливается, как и 2018. Кряк кидается в папку, именно The Brush, которая установится. Копируется, заменяется. Всё по прошлым видео. Смотрите, разберётесь. Вводите The Brush 2019, скачать. И вот она первая ссылка. И всё работает, и всё нормально. Так, погнали, посмотрим, что там нового появилось. Зайдём в Tool, вот так вот. Откроем цилиндр, сделаем ему, вытянем его. Edit, Make Polymesh. В геометрии заходим в Size. Делаем, сплюснем его вот так вот. Ctrl-Shift выровним. Повернём, выровним. Ctrl-Shift. И теперь зайдём в Licht Box. Здесь есть вот такая штука, Spot Licht, вот эта. Здесь есть типа вот такие вот альфы. Нажимаете Z, появляется у нас вот такой вот глаз. Вот он. Правой кнопкой мыши можно всё это дело передвигать. Всё это можно вот так вот уменьшать. Устанавливать, где нам надо. И вот так всё это дело с помощью клика. Правой кнопкой мыши на любое место мы вот меняем направление нахождения, точнее, глаза. Появились новые вот эти вот функции, вы видите, вот они, внизу. В 2018-м их нет, и вот путаница была. Видел вот это видео, как что-то делать, но в 2018-м не нашёл именно вот этот Spot Licht. И получается, оказывается, это уже 2019-й. Зебра 2019-го. Так, как это всё работает? Простенько рассмотрим, а дальше вы уже будете модели сами как-то там планировать, выдумывать. Открываем любой, допустим, вот нажимаем на любой значок. Можно сделать дубликат, на него же переключиться, и вот здесь вот на любой зоне взять, вот так его вытянуть. Также вот, вот так он делается больше, делается меньше, вот этим вот значком. В принципе, как вот с текстурами работали, точно то же самое. И вот можно, вот вы видите, что центр переносить куда угодно, можно уводить этот глаз, устанавливать его вот именно по центру, передвигать вот эту вот модельку, альфу, увеличивать её вот так, и жмём вот этот фотоаппарат. Нажимаем, давайте посмотрим, что у нас получилось. Z, отключим глаз, вот вы видите, что внутри уже появилась именно готовая модель. Вот так мы её можем вытянуть и посмотреть, вот она она. И вот так мы её устанавливаем. Здесь можно её сделать вот так вот толще. Здесь можно её повертеть, покрутить. Здесь можно её вот так вот передвинуть. Здесь вот так вот её можно вниз опускать с помощью гизма. Ну и давайте посмотрим, перекрутка вот она у нас. Вот так всё это работает. Давайте её чуть уменьшим. За центр потянем. Всё это установим. С помощью ротации можно вот так всё это подкручивать. С помощью MOV просто без гизма работать вот так вот выравнивать. И теперь самое интересное, вот появился саптул. Жмём вычитание и жмём Live Boolean. Вот всё вычитается. Всё прикольно. Так, теперь ещё можно работать с этими штуками. Давайте это удалим пока. Окей. Возьмём, включим глаз. Эту вот штуку можно вот так уменьшать. И вот здесь вот где-то подставлять. Ну, чтобы если вы её продублировали или свою какую-то сделали, то можно вот на это место её вставить. Так, теперь откроем круг, сферу. Сделаем дубликат. Всё это дело перетащим. Вот так вот увеличим. И вот этими функциями, вот этими, мы можем её вот так вытягивать. Вот именно вот так. А этим значком можем делать вот такие штуки. Вытягивать в эту сторону. Вот такие есть возможности. Можем сделать, допустим, Ctrl Z. Всё это дело работает. Жмём вот эту зелёную полосу. И вот так вот увеличиваем количество вот этих сфер. И увеличиваем вот так вот. Вот именно вот этими функциями туда-сюда можно так работать. Увеличиваем. Устанавливаем вот так вот. Чуть можно даже поменьше её сделать. Установить вот как нам надо. Жмём фотоаппарат. Появляется Subtool. Жмём вычитание. И вот это дело можно убрать. Вот такая прикольная решётка получается. Быстро всё. Не надо там устанавливать каждую. Выделять. Потом, говорю, удалять их. Всё так вот работает прикольно. Также всё дело это можно вернуть назад. Или вот сделать их ещё больше. Тут решётку поплотнее. Вот таким образом можно какой-нибудь, не знаю, люк сделать. Или ещё что-то. Так, давайте теперь это дело всё сделаем Delete. Уберём пока глаз. И сделаем вот эту штуку потолще. Вот таким вот образом. Теперь включим глаз. Переключимся вот сюда вот так на центр. Его чуть-чуть вот так увеличим. Кстати, вот этот значок, вы видите, может делать именно пустой цилиндр. То, что раньше мы делали в инициалайз, то можно сделать уже здесь. Так, вот такая штука. Жмём на фотоаппарат. Опять же, значок называется Snapshot 3D. И всё дело это вот так вот можно увести. Убрать. Убираем глаз. Приключаемся на Subtool. Вот этот. Этот можно отключить. Вот такой цилиндр у нас быстро получился. Теперь мы можем им уже работать с помощью, допустим, вот, Moff, Skyl и так далее. С помощью ротации. Вот так вот можем всё это дело уменьшать. Заходим, допустим, в геометрии. Жмём на уменьшение. Жмём прозрачность и всё дело это можно теперь вот так вот увеличить или вот так вот её установить. Теперь всё это дело можно вытянуть вот так, зайти в Subtool и просто нажать вычитание и всё. Отключим прозрачность. Вот вы видите, что можно даже регулировать, вводить центр, как нам удобно. Вот так. Короче, вариантов тут множество. Валом. Надо разбираться, сидеть, моделировать какую-нибудь модельку, говорю, можно состыковать, придумать. Так, что ещё можно здесь делать? Вот у вас значки, когда вот так вот установлены, то можно, вот, допустим, у вас есть значок, вы можете его вернуть. Вот сюда нажав, он устанавливается и всё возвращается на своё место. Вот, допустим, вы его взяли, вы его вытянули и нажали, вот, допустим, назад. Он вернулся назад. Вот таким вот образом. Можно возвращать вот в такое положение, в такое положение. Можно сделать вот так вот, вот так вот. Вытянуть по полосе. Сделать прозрачнее, сделать чётче. Ну, в принципе, всё тут понятно. Всё, до свидания, всем пока. Надеюсь, вам это пригодится.